Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Как обычно, в понедельник в это время с нами на прямой связи Никита Троянский, представитель отдела вакцинации. Доброе утро. Доброе утро. Да, но, наверное, об оптимизме говорить не приходится. Действительно, ситуация достаточно тревожная. Всемирная организация здравоохранения даже такое страшное слово, как цунами, употребляет, имея в виду распространение омикрона. На прошлой неделе министр здоровья на заседании правительства в четверг заявил о том, что омикрон уже здесь. То есть началось местное или локальное распространение омикрона. Что это значит? Чем это нам грозит? Потому что, как обычно, есть две новости, наверное, плохая, хорошая. Ну, наверное, хорошая в том, что все-таки омикрон, ну, все-таки слабее дельты. Так считается. Вторая новость, что все-таки он очень стремительно распространяется. Мы видим, кстати, это по росту заболеваемости. Очевидно, что это не только уже дельта, а омикрон тоже. Да-да, омикрон на самом деле в некоторые дни составляет уже 40% из всех заражений. И я думаю, что, в принципе, к концу этой недели, то есть к 17 января, ну, 16-18 мы можем ожидать, что омикрон будет составлять уже 70-80% из всех заражений. То есть, в принципе, в феврале он вытеснит дельту, похоже, да? Я думаю, он вытеснит дельту в январе. Да, даже так. Да, что это значит? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, в чем опасность сейчас даже не столько может быть, хотя это тоже не исключено, не столько перегрузки больницы, как вот сказала профессор Викс, насколько перегрузка даже первичной службы здравоохранения из-за того, что люди будут очень много болеть дома, не смогут выходить на работу. Совсем если говорить простыми словами. Да, ну, конечно, один из рисков, что, в принципе, во многих, я не знаю, на заводах, в офисах, в критических инфраструктурах просто работники не выйдут на работу. Мы видели, что в Нью-Йорке, например, каждый пятый полицейский не вышел на работу, в Англии сейчас 56 тысяч медсестер на карантине и в самоизоляции в связи с коронавирусом. Но, Абик, я хочу предостеречь от таких утверждений, как не стоит беспокоиться о больницах. Мы видим, что в некоторых других странах, например, в той же Великобритании, где гораздо больше иммунозащищенных людей, все равно в больницах начинается коллапс, и они уже строят полевые госпитали. Не все так просто. Потому что это, скажем так, вирус, который на треть мягче дельты, но инфицирует в два раза больше или в три раза больше людей, в итоге приведет к огромной нагрузке на больнице, и я абсолютно уверен в том, что наши прогнозы, согласно которым у нас могут быть и больше трех, четырех, пяти тысяч госпитализованных одновременно исполнятся, если ничего не будет предпринято. Но мы сейчас... Я не могу понять. Если эта зараза, она более липкая, то есть она распространяется лавинообразно, цунамиобразно, как угодно, но переносится легче. И откуда тогда коллапс системы здравоохранения и конкретно больниц, откуда эти полевые госпитали, если люди болеют больше, но легче? Да, ну так это, собственно, борьба двух факторов. Ну представим, что вирус стал на 50, на 100% более заразным, но на 30% более легким. То есть, соответственно, все равно это увеличение в заразности доминирует. И, соответственно, в итоге больше людей попадет в больницу, хотя это будет меньше доля из всех зараженных. Хорошо. Не кажется ли вам, я понимаю, что это может быть вопрос не столько как и видеолога, опять-таки больше политический, хотя может быть вопрос стратегии. Ведь мы понимаем, кто в первую очередь рискует, я понимаю, что все мы под Богом ходим, кто в первую очередь рискует попасть в больницу. Это было при Дельте и при омикроне в том числе. Это люди пожилые, люди с хроническими заболеваниями, с лишним весом. Ведь ничего не изменилось при омикроне. Вот как бы та же тенденция, те же группы поражения, если так можно сказать. И почему же тогда не сфокусироваться? Ну понятно, что на тех, кто там не проявился вообще, это отдельный разговор, на них в первую очередь, но и на тех, у кого было получено эти две дозы вакцины давно. Вот мы сейчас говорим о пяти месяцах Джонсона. Я к чему сейчас веду, потому что, ну, мне кажется, такое ощущение, что как много люди, что люди воспринимают, может быть, которые не из групп риска. Они воспринимают это так, по-бытовому, что вакцин закуплено очень много, да, и поэтому нужно обязательно их колоть. И если, допустим, не знаю, вот идете вы по улице, к вам подходит одноклассник, ну, вы понимаете, вашего возраста человек говорит, слушай, Никита, я вот, ну, спортсмен, ты видишь, лишнего веса нет, да, я два модерна сделал в свое время или Pfizer. Ты скажи, мне для чего делать бустерную вакцину? Я никогда не заболею омикроном, вы скажете. Скорее всего, можете не заболеть. А можете и заболеть. А заразить я кого-то могу, привившись бустерной вакциной? И это тоже возможно. Спрашивают, для чего вот это делается? Только для того, что у нас на складе много вакцин. Почему мы не сфокусируемся только на группе риска в первую очередь? Это все, как бы, вся стратегия в уменьшении риска. Ведь так? То есть даже если человек после бустерной вакцины все равно может заразить другого, то мы знаем, что вероятность на 50-80% ниже. То есть, допустим, даже если вы заразитесь, то может вместо одного человека, вы вместо четырех человек заразите только одного или двух. Да, и уже есть эффект, соответственно, на всю эпидемиологическую кривую в Латвии. Ну и плюс, как бы, не стоит быть готовым заразиться, ожидая, что это ни к чему плохому не приведет. Мы видим, что так называемый долгий COVID, то есть все эти неврологические, кардиоваскулярные симптомы после заражения омикроном сохраняются примерно по тому, что выглядят в таком же проценте, как и после дельты, после других вариантов. У людей потом остаются инвалидности. Да. Все-таки пока сложно сказать, насколько, нет ли риска перегрузки этой системы. Потому что, когда мы говорим, ну вот эти цифры, что уже 15 февраля 180 тысяч человек, их QR-коды будут недействительны, это значит, что им нужно до 15 февраля этим 180 тысячам получить бустерную вакцину. Но мне кажется, что это тоже не очень логично сделано. В результате, кто первый, более активный, тот получит эту бустерную вакцину, а может быть, тем, кому она очень нужна из группы риска, ее не получат. Мне кажется, что здесь управление рисками чуть-чуть хромает. Может быть, я не прав. Да. Ну, Абек, смотрите, во-первых, раньше всех сертификат закончится у людей с первых групп риска, потому что они раньше всего вакцинировались. Это первый аргумент. Второй, мы все-таки отправляли смс-ку и более 100 тысяч сеньоров, у которых появилась возможность получить свою бустерную прививку, оповестили о том, что, пожалуйста, идите за прививкой. Но мы видим, что эффективность вот такого смс-оповещения всего лишь 10%. То есть лишь каждый десятый стимулируется записаться на вакцину таким образом. Поэтому очень мало каких-то механизмов убеждений. Я думаю, надо надеяться, что семейные врачи позвонят или когда к ним придут на приём, пожилые люди напомнят о такой возможности. Тут вот так вот звучит как-то, честно говоря, странно. Стоит надеяться на то, что кто-то что-то, а плана то есть нет, как ещё добиться. Если мы говорим о группах риска, о том, что у них у первых закончится сертификат, что они первые на линии, так сказать, огня, и больше на них отразится этот омикрон. СМС-ки, вы сами сказали, работают в 10% случаев, надежда на семейных врачей. А с точки, ну там, я не знаю, со стороны того же самого отдела вакцинации, какие шаги предполагаются? Раньше, когда была там первая, вторая волна вакцинации, были какие-то и ролики, и плакаты, и всё такое прочее. Нечто подобное сейчас планируется? Точнее, что там планируется? Как я говорил, на прошлой неделе уже сейчас происходит кампания по коммуникации, где призывают людей, собственно, делать бустеры. Она началась до омикрона, но сейчас в контексте омикрона чуть-чуть поменялся эта перспектива, и поэтому в кампанию вставили как бы фразы об омикроне. Поэтому есть какая-то коммуникация, но опять же, ну знаете, в других странах без какой-либо коммуникации человек знает, что есть бустеры, ему учёные на телевидении сказали, иди делать бустеры, они идут. А у нас вот всё надо с людьми, людей уговаривать, как будто это для нас, а не для самих людей. Никита, что тут скажешь? Только вслед за одним мировым историческим таким персонажем другого народа у нас для вас нет. Приходится действовать вот с такими, представляете, которые не убеждаются одним только там телевизионным обращением. Есть ещё один момент, конечно, я понимаю, что очень много мы не знаем ещё, наверное, учёные тоже. Есть один момент, часть, по крайней мере, тех, кто вот была полностью привита, переболели, те, кто переболели, подтвердили, вопросов нет, у них пока сертификат вообще не отбирается, что так сказать. Но есть и те, которые переболели достаточно бессимптомно. У нас несколько знакомых, которые там привились, модерн или файзером, они говорят, знаешь, в какой-то момент вообще ничего не было, может быть, насморк даже не придал значение. Пропал запах и вкус, это, наверное, было очень характерно для предыдущих штаммов, для Дельты в том числе. И не побежал он делать этот тест. Получается, что вроде бы он свой бустер как бы получил, но юридически он это подтвердить не может. Значит, получается, что ему всё равно нужно бежать и делать только, чтобы он попал в кафе и в магазин? Смотрите, в принципе, есть возможность делать бустеры у людей, которые получили две вакцины и переболели. Например, я таким образом сделал бустер. Но логика в том, почему, скажем, не проверяются люди на антитела, чтобы посмотреть, вдруг они бессимптомно переболели. Это чёткая связь между симптоматичностью заболевания и уровнем защиты. Мы знаем, что если человек болел достаточно тяжело, то обычно будет достаточно хорошая и клеточная, и антительная защита. А если человек переболел бессимптомно, и, может, насморк был один день, то мы знаем, что этот уровень защиты достаточно низкий, поэтому стоит делать бустерную вакцину. То есть ничего плохого в этом не будет? Нет, достаточно нет. Давайте тогда, пользуясь случаем, предупредим, ведь симптомы омикрона отличаются от симптомов той же самой Дельты, да? И там, опять уже говорят о головокружении, о том же самом насморке. Давайте перечислим на всякий случай, ну, так вот, предупреждён, что называется, вооружённо. На что обращать внимание? Вдруг это действительно, не дай бог, омикрон? И пойти провериться, например. Омикрон чуть-чуть перенёс свою вот эту локализацию размножения из той глубокой носоглотки в горло, да? И поэтому сейчас один из самых ярких симптомов – это боль в горле, очень сильная. Ну и плюс, такой самый явный симптом омикрона – это усталость. Не так часто пропадает запах и обоняние, чувство вкуса, как вот именно эта глубокая усталость. Ну а за исключением усталости и боли в горле, в принципе, все типичные симптомы того, что мы называем ОРВИ. Так что сложно отличить, конечно, омикрон от многих других заболеваний. Скажите, в этом ключе имеет ли смысл, заметив за собой вот эти вот симптомы – сильная усталость и боль в горле? Как действует? Покупать экспресс-тест или, там, я не знаю, какие-то порошочки сбивать первые симптомы гриппа? Все, что я очень рекомендую, это, ну, прежде всего, купить экспресс-тест. И если экспресс-тест негативный, то записаться на, вот, собственно, ПЦР-тест, да, полимеразную почку. Потому что то, что мы видим сейчас, это омикрон достаточно обходит. И у меня нет научных данных о том, насколько понизилась чувствительность антигенных тестов к омикрону. Я не уверен, что такие данные в качественном количестве есть. Но мы видим все больше и больше случаев, где люди сообщают, что они тестировались пять дней подряд антигенными тестами после контакта с инфицированным. И ПЦР-тест им дает положительный результат, а антигенные тесты дают ложные и негативные. Может ли быть так, что в какой-то момент появятся и вакцины, ну, предусмотренные для омикрона в том числе? Если здесь такое слово предусмотренное, можно вообще употреблять. И не опоздаем ли мы с этими вакцинами? Ну, вот вопрос про опоздаем очень к месту, возможно, потому что только к марту, как Pfizer обещала, что они покажут результаты вот их испытаний, связанных с вакциной против имена омикрона. Так и новая вакцина Novavax, которая в лучшем случае в Латвию поступит в конце февраля, в начале марта, тоже говорит, что они очень быстро смогут перестроиться. Но это только еще смогут, это в будущем, да. Да, то есть первые, как бы, единицы Novavax будут еще подстроены к тому старому вуханьскому штамму, но они вскоре смогут предложить, видимо, и вакцину против омикрона. Ну да, мы же не знаем, будет ли после омикрона следующий, как мы это можем сказать пока на сегодняшний день, да? Ну, я бы сказал, что мы знаем, что будет. А, даже так. Хорошо, если мы знаем, что будет, насколько контагиозен будет этот новый штамм? А вот этого уже никто не знает, да, то есть мы точно знаем, что эволюцию никто не отменял, и будут новые штаммы, потому что все больше и больше так называемого эволюционного давления, например, накапливать такие мутации, которые помогут вирусу обходить иммунитет, или накапливать такие мутации, которые будут делать вирус все более заразным и заразным. Но в то же время то, что мы видим, это иммунитет, который человек получает после каждого нового штамма, например, иммунитет после заражения омикроном, помогает и против всех предыдущих штаммов достаточно хорошо, и против, вероятно, следующих, мы это видим с гриппом, например, если мы переболеем гриппом в этом году, то мы будем относительно защищены от гриппа в следующие два года, то есть есть такой феномен. Поэтому, то есть защита против штаммов, она переносится на другие штаммы. Я к чему говорю, по-моему, британские представители вот этой эпидемиологической службы на прошлой неделе бросили такую фразу знаковую, она по информационным агентствам разошлась, он сказал, что, ну, уважаемые дамы и господа, ну, видимо, мы не сможем всю планету каждые полгода вакцинировать, надо будет думать какую-то другую стратегию. Видимо, придется думать, чтобы мы не возвращая к тому разговору, который мы еще вели в прошлом году, что теперь четвертая прививка, штаб-керакод, пятая и так далее. Ну, хочу сказать, конечно же, я полный профан во всем, что касается микробиологии, эпидемиологии, вирусологии и так далее, но начинают, нет-нет, мы приходить в голову мысли о том, что, хорошо, ну, вот, скажем, этот новый штамм омикрон, да, все признают, наш гость Никита, ученые всего мира, что он, да, более заразный, но менее опасный, нет ли такого движения, что все больше этот вирус начинает походить на простой грипп, к которому мы все привыкли, и вот эти вот реакции на распространение, ну, то, что в английском называется overreacted, то есть мы делаем значительно больше, чем реально эта зараза опасная, то есть, может быть, не стоит все-таки кидаться и разрабатывать там все эти новые вакцины бешеные, на самом деле он, этот вирус, собственно, корона, я имею в виду, становится все более, ну, условно, в кавычках, безопасным, и реагировать так, как два года назад, так как еще год назад даже, уже не имеет смысла, иначе действительно столетия мы будем бежать вдогонку новым штаммам, которые реально не заразнее, ну, какой-то уже там вирусной простуды. Наверное, есть много способов, как ответить на это, потому что, ну, я, очевидно, не согласен. Наверное, самый яркий способ – это даже если представить, что омикрон можно сравнить с гриппом, что, конечно, неверно, но все равно понимаете, за этот сезон омикрона, за ближайшие два месяца, вероятно, омикрон заразит такое же количество людей, сколько грипп заражает за, в принципе, 8-9 лет. Соответственно, представьте, укомплектовать этот сезон, 9 сезонов гриппа в два месяца, и тогда вы можете представить, что станет с больницами, потому что у нас и так в год по 1200 госпитализаций с гриппом бывает, и это все произойдет в очень короткий период времени, поэтому нет, я думаю, что реакция, повышенная реакция очень правильна сейчас. И плюс надо понимать, омикрон сам по себе не стал мягче, просто в обществе такое количество иммунитета, в Великобритании уже 98% людей имеют какой-то уровень иммунитета против коронавируса, что ты просто не ожидаешь, что будет высокая смертность, потому что антитела и клеточный иммунитет помогают. Но те 2% невакцинированных и непереболевших омикрон будет поражать серьезно, а в Латвии таких людей процентов 13-15. Да, вот в конце года прошлого вы, представляя вот вместе с коллегой, с математиком вот эту модель, действительно такие страшные цифры рисовали, понятно, что по-прежнему опасность того, что ваш прогноз подтвердится весьма высока, значит ли это, что на каком-то этапе придется, ну не знаю, такое слово локдаун опять ввести, и он будет уже касаться всех, неважно там вакцинированный, невакцинированный, есть буферная, это бустерная доза, нету бустерной дозы, ну потому что сдержать-то надо как-то этот процесс. Да, это отличный вопрос, что будет делать правительство, если у нас уже 2 тысячи, допустим, людей в больницах. Мне сложно представить, потому что с одной стороны введение локдауна в таком случае не очень поможет, то есть мы просто не дойдем до 5 тысяч, допустим. Да. Но вопрос, насколько с точки зрения правительства 3 тысячи госпитализованных одновременно отличаются от 5 тысяч, и это вопрос, собственно, принятия решений. То, на что я надеюсь, это есть возможность, что в нашей модели мы недостаточно серьезно оцениваем положительный эффект бустеров, поэтому я прошу и призываю всех идти делать бустер по первой возможности, при первой возможности, а не дожидаясь момента, когда, не знаю, закончится, допустим, срок действия сертификата, вы защитите и себя, и своих близких. И тут стоит напомнить, что 15 февраля, с 15 февраля, согласно решению правительства, введены сроки действия сертификатов, в зависимости от того, они действуют, надо это понимать, учитывать задним числом, то есть 9 месяцев там или сколько-то месяцев, не отчитываются от 15 февраля. На момент 15 февраля, если срок действия истекнут, эти вот прошли там 9 или сколько-то месяцев, все, сертификат, QR-код обнуляется, поэтому стоит задаться этим вопросом и поднять бумаги и уточнить, когда вам была сделана прививка, первая, вторая, когда вступил, соответственно, в действие сертификат и когда его действие истечет, и, соответственно, реагировать, пойти записаться на бустер вовремя, чтобы вот это вот все было непрерывно и вы не пострадали. Никита Троянский у нас был на прямой связи. Большое спасибо, да. Спасибо, хорошего дня. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...